Добрый вечер! И вот невозможно не упомянуть, что мы с вами находимся в месяце Ниссане, в месяце чудес, в месяце освобождения, в месяце цветения не только в природе, но и в душе, я надеюсь, самых хороших и прекрасных чувств. И вот наша 13 глава в книге Нехемии, она заключительная, и здесь он напоминает нам Нехемия. Я напомню, что Нехемия приходит примерно через 20 лет после восстановления храма, и первые три дня после его прихода он осматривает стену, разрушенную шелаемо, затем через три дня уже начинается восстановление стены, которая занимает 52 дня. И затем в месяце иллюле мы видим большое собрание, когда читаются истории, когда принимаются обязательства исполнять ее, как законы, вытекающие непосредственной истории, так и принятые мудрецами. Вот это мы как-то все с вами просмотрели, и здесь вот завершающая глава, которая в общем нам рассказывает, что роль руководителя не кончается таким стартапом, когда он дает толчок и призывает народ, и вкладывает новый дух. Руководитель должен оставаться как бы на чеку все время, постоянно. Вот он напоминает нам Нехемия, что в тот день читали книгу Маше, вслух народов, и нашли написанный мне, что никогда не войдет амунитянин и мавитянин в общину всесильного. Мы помним, что в Торе говорится, что амунитянин и мавитянин, даже если они принимают гиур, то запрещено с ними заключать браки. Они заключают браки только между собой, образуя такую отдельную общину в народе. Мы не будем даваться в подробности этого закона, можно сказать, что во времена Нехемии этот закон в общем-то уже не действует, потому что Рави Ашуа, он в трактате Сангедрин говорит нам, что после Санхириба все народы смешались. И действительно на территории ОМОНа уже, когда поднимается царство Бавель, уже там проживают другие люди, не как бы коренные амунитяне, они продолжают правду ту же традицию, поклоняются тем же гражданам, и поэтому их можно назвать амунитянами, но они уже не те. И в общем-то закон, который запрещает амунитянину, мавитянину жениться внутри народа Израиля, даже после гиура, он уже не действует в это время. Однако напоминание очень сильное для сыновей Израиля, и они представляют себе, насколько закон отделится не только от народов, но и от их дурных качеств, насколько он силен, насколько он постоянно действует. Этот призыв Торы звучит постоянно, потому что не встретили они сыновей Израиля хлебом и водой, это то, что приводится в Торе, что амунитяне и мавитяне, несмотря на то, что они родственники, происходит оклота, они в период исхода, они не проявили никакого, скажем, мастеприимства, не позволили пройти сыновьям Израиля через их территорию, наоборот, наоборот, воевали с ними, и поэтому Тора дает вот такой запрет, что даже запрещается говорить им шалом. Нужно сказать, что амунитяне и мавитяне, они сохранили вот эту традицию враждебного отношения к сыновьям Израиля, даже когда уже там на их территории не было коренного населения, не только божества, но и вражду к сыновьям Израиля они сохранили. И для сыновей Израиля это было очень важно, потому что мы знаем, что когда на выходе царгнал тленных через территорию Амуна и Моава, они всячески издевались над сыновьями Израиля и оскорбляли их, и издевались физически. И поэтому здесь вот такое напоминание, оно как бы проходит, напоминает и о древних событиях, исхода из Египта, и о более поздних событиях, близких к нашему времени книге Мехемия, Которое напоминает им то, что происходило во время изгнания из Иерушалаева. Какой же вывод? И было, когда услышали они Тору, то выделили они всех смешанных из Израиля. Тут не совсем понятно, о каком времени идет речь, потому что, видимо, это происходило несколько раз. А перед этим священник Ильяши, родственник Туви, находившийся в комнате храма Бога, приготовил для него, для Туви, большую комнату, куда прежде отдавали дары, ладан, сосуды и тесетину от хлеба, вина и оливкового масла, положенную левитам и певцам, и стражам ворот, и приношение священникам распорядок служения в храме, был слого расписан. Также было помещение, скажем, было помещение для дров, и там всегда хранили дрова для жертвенника, было помещение для масла, для ножей, все было четко расписано. Здесь мы видим какую-то странную для нас историю, что священник Ильяшиев, он Туви, который мы знаем, что он живет за Иорданом, там, где живут амонитяне, хотя сам он, в общем-то, по происхождению евреев и сыновей Израиля, но за это время практически слился с амонитянами и даже встал во главе их. И вот Ильяшиев, просто в Итубе, он отдает одно из помещений в храме. Кошмар и ужас. И вот Нихемия объясняет, как это произошло. А в то время не был у меня в Ярушалае, потому что в 32-й год царствования Артакшасты, царя Бавельского, пришел я к царю, а через несколько дней отпросился у царя и пришел в Ярушалае. То есть, где-то на 32-м году, через 12 лет после его деятельности, Нихемия вынужден был вернуться в Бавель для того, чтобы продолжить срок, так сказать, своего правления и наместничества в Иуде. И вот, когда он возвращается, путешествие, естественно, заняло как минимум 3 месяца туда и 3 месяца обратно, это минимум. И он возвращается и видит, какие изменения произошли, как только он оставил Ярушалае. И понял я, какое зло совершил Ильяшиев ради Тубе, приготовив ему комнату во дворах дома Бога. Зло не только в том, что на данном помещении, а просто вся святость куда-то уходит, и все просто это делается на глазах сыновья Израиля. И храм, как святое место, он опускается в их глазах, превращается в какое-то будничное. В этом Нихемия видит большую-большую проблему. И мне это очень не понравилось. И выбросил я вон из комнаты все домашние вещи Тубе. Нихемия, как мы знаем, действует решительно. Он и политик, но часто он забывает о том, что сегодня мы назвали политкорректность, он не разговаривает, он не обращается, не пытается найти какое-то альтернативное повещение в Ярушалае, для Тубе, для его товаров, которые он перевозит с места на место. И, естественно, в Ярушалае им это неудобно. Такое повещение никаких разговоров, он просто выбрасывает все его вещи, которые, по всей видимости, имели немалую ценность, выбрасывает это все на улицу. И вернул я туда утварь дома Бога, то есть то, что было должно, дары и ладам, то, что должно было находиться в этом помещении. Дальше Нихемия говорит, что и десятую часть не отдавали легитам, и он спорил с наместниками, с людьми, которых он оставил вместе с себя, которые должны были управлять, почему оставили дом Бога. И собрал я их, и расставил их по местам их, то есть дал каждому наказание, указание, что он конкретно должен делать. И дальше Нихемия говорит, помни же Бог несоты и добрых дел моих, что сделался в доме Бога моего, что делали в доме Бога моего и для служителей его. И вот как раз за это мудрецы последующих поколений упрекали Нихемию, говорили, что он говорит о своих заслугах. И для того, чтобы это компенсировать, все назвали книгу книгой Эржи Нихемия, появилась потом, несколько позже, как добавка к Эржи, как мы с вами говорили. Но здесь как бы чисто по-человечески, если так можно сказать, можно понять его. Он ощущает себя один в одиночестве. Как только он отсутствует, его отсутствие, все колесо начинает раскручиваться обратно. И вот только отпусти руку, и народ уйдет от святости и сблизится с самаритянами, с шамранинцами, и также с аманитянами, и мавитянами, со всеми остатками тех народов, которые вокруг иуды. В те дни в иудеи увидел я, что в субботу давят до вильних виноград и приносят снопы и навичивают на ослов. То есть и суббот это соблюдается совершенно не строго. В Ирушала им привозят товары в субботу. И с этим этот вопрос также решает Нихемия. В субботу строго настрого не открывать ворота Ирушалаима. И даже отгоняя тех, кто располагается около Ирушалаима, в субботу отгоняем дальше вот его стену. Это было, когда пала тень на ворот Ирушалаима перед субботой, то приказал я, и заперты были двери, и велел я, чтобы не открывали их до окончания субботы. И яскольких отроков своих поставил я к воротам, чтобы не проходил груз в день субботний. То есть столько доверенных своих лиц, чтобы не подкупили стражников, и тенью не открыли ворота для торговцев. И дальше мы видим с вами, что и старая проблема заключения браков с народами мира, она также возвращается, и с этим Нихемия продолжает также бороться. Вот он говорит, что и сказал, видел я еще в эти дни тех иудеев, что снова взяли жен из Аждода, Амона и Моаба. Мы понимаем, что здесь проблем не только в июле, а возможно, что еще и берут потомков тех сыновей иуды, которые бежали туда, в Аждод, и в Амон, 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 и в Амон. Их не умеют говорить по-иудейски, на половину говорят по-ашдодски и на языках других народов. Это то, что приводит Нихемию в ужас, то, что в возрождающейся иудее с таким трудом люди, появляются люди, которые не умеют говорить на родном языке. Он, видимо, принимал для этого немало усилий. Мы знаем, как непросто возродить язык, если даже вспомнить усилия иуды Бен-Элиезера, если он был и не единственным в этом деле, как бы на период восстановления государства, то иуды Бен-Элиезер приложил немалую силу для того, чтобы мы с вами, сыновья Израиля, последнего периода, последнего возвращения заговорили на иврите. Можно знать язык, можно понимать его, но разговорный язык это совсем другое дело, и это требует особых усилий для того, чтобы его вернуть, для того, чтобы, надеюсь, как мы с вами, или по крайней мере большинство израильтян, не только говорили на иврите, но и думали на иврите, и даже сны видели на иврите. Это не требует немалых усилий, а тут и этот момент начинает разрушаться языковая общность народа, и он видит большую угрозу в этом. И он напоминает сыновьям Израиля еще раз то, что написано в Торе, не давайте дочерей ваших сыновьям, ваших их сыновьям, и не берите дочерей для сыновей своих и для себя. Мы говорили о том, что многие комментарии понимают эти строки из Борим, как жениться даже после того, как был сделан Геюр, но жены-то они оказываются недостойны, потому что они привязаны к культуре сыновей Израиля. И вспоминает царя Шламо, который грешил этим, из которого началось вот такое сближение святого поклонства в период царства. И здесь говорится то, что мы с вами уже смотрели. И один из сыновей о вас ли будут слушать, чтобы творить все это великое зло, верообство перед Богом нашим и брать чужих жен. И один из сыновей о ядах Самилии Шиба, первосвященника, стал зятем Санбалата из Харона, и прогнал я его от себя. То есть, мы говорили, что Санбалат, по всей видимости, скорее всего, он как раз является таким, ну, как бы, шутку говорят, говоря, одичавшим евреем, который остался через Шамраним, среди Шамранима стал предварителем. Да, и очистил я их от всего Кижуземного, да, и завершается книга Нехемии, опять же, помни же мне Бог это во благо. То есть, Нехемия чувствует, что он положил всю свою жизнь, что он мог бы достичь гораздо большего и в духовном мире, и для себя лично. Он отдал все свое время, все свои усилия народу, который, в общем-то, как ему кажется, оказался неблагодарным и не смог оценить его труды, и постоянно возникают тенденции сползания в прошлое, в старое. Поэтому, он говорит, завершает книгу таким образом. И здесь мы с вами, как бы, расстанемся с книгой Эзра и Нехемии. Вспомним о том, что они считаются последними пророками, и с их уходом из жизни прекращается пророчество в Израиле. И начнем мы с вами раскручивать часы в обратную сторону, стрелки в обратную сторону, и двигаться по шкале времени обратно для того, чтобы попасть не в период возвращения из Сеона, а в самое начало изгнания, ко времени первого Галута, первого изгнания, которое принято называть Галутом детей, изгнанием детей. Речь идет о книге Даниэля. Ее место в наших книгах трудно переоценить. Она является особой, уникальной. И то, что можно здесь сказать, что Даниэль, можно говорить о пророческом уровне, можно говорить о том, что это не пророчество, а Божественный Дух и так далее. Это не имеет никакого значения. В конечном итоге, это пророчество очень сильное, только есть, так можно сказать, своеобразное, немножко непохожее. И если другие, и здесь как бы через эту книгу проявляется несколько моментов. Это первый момент, это то, что даже в изгнании Всевышний не оставил сыновей Израиля, божественное присутствие с ним. И это не только в пророчестве, но это и в тех чудесах, которые творит Всевышний для своего народа. Это с одной стороны, с другой стороны, это самоотверженность, по крайней мере, отдельных личностей, так сказать, сыновей Израиля, которые освящают имя Всевышнего ценой своей жизни в изгнании. И тем самым провозглашают величие Всевышнего среди народов мира. Книга Даниэля отличается тем, что в ней приводятся расчеты будущего времени. Даниэль как бы смотрит через все эпохи и достигает нашего времени. И он приводит конкретные даты, которые, однако, очень трудно вычислить и определить, когда эти события случатся. Общий ход истории мы сегодня понимаем, что он предсказал очень верно. И, скажем, тоже разделение на четыре периода истории, о котором говорит Ихис Киев и другие пророки. Он его предсказывает и дает характеристики и, в общем-то, даты смены, смены Галута, смены этих эпох. Мы помним, что речь идет с вами, что речь идет о периоде Бавеля, периоде Персии, периоде Гребсии или Ленизма и периоде Римского владычества, Римской империи. Но, опять же, он приводит даты, цифры. И многие пытались рассчитывать эти даты и цифры. И все расчеты и пересчеты, они уже все ушли давно как бы в прошлое. Все это не состоялось. Но и возникает вопрос, имеет ли смысл заниматься этими подсчетами. С одной стороны, Талмуд Бавли в трактате Сан-Гедрин нам говорит, Амар, Раби Шмуэль, Амар Амир Ахмани, Амар Абиханан, и Раби Ханан сказал так, пусть распухнут кости у тех, кто занимается подсчетом конца. То есть, Шмуэль смотрит до конца времени. Конец времени понимается как полное освобождение сыновей Израиля от власти других народов. И вот тот, кто рассматривает, тот, кто подсчитывает этот конец, а конец этот основной рассчитывает из-за книги Хискеэля, Раби Юнатан относится к ним очень неодобрительно. И потому что говорят так, И тут же он определяет, что это, в общем-то, не все, кто подсчитывает конец, а тот, кто подсчитывает конец и говорит, что он посчитал его совершенно правильно. И если пришло то время, которое он определил по своим расчетам и подсчетам, и ничего не произошло, и ничего не случилось, все осталось на своих местах, больше не будет этого времени, то есть предсказанный конец времени, он не состоится. Но совсем другое дело. Если даже он задерживается, скажем, в машиах или период полного освобождения, даже после того задерживается, что значит, мы посчитали, мы решили, что он должен прийти в таком-то году, а он не пришел, задерживается, так все равно жди его, не говори, что больше не придет. Шема томары иномихакин вегу иномихаке. Может быть, ты скажешь, что мы ждем, а Всевышний не ждет, и Талмуд говорит, то есть Писание говорит, Поэтому ждет Всевышний, Всевышний ждет этого времени, когда сыновья Израиля смогут освободиться, и это значит, что оно обязательно настанет. Но он тоже Всевышний ждет его, потому что мы можем оказаться не готовы в какой-то момент, и придется это время отложить, и придется еще подождать. То есть срок, то он не один, а их, может быть, несколько, или бесконечно, или каждый день он может быть сроком прихода Машиеха, однако в расчеты и подсчеты, то, что получается с Ниги Хискеля, они указывают на какое-то благоприятное время для прихода Машиеха, однако не на точно установленное, нельзя говорить, что вот мы посчитали, вот оно, это время, ничего не пришло, и, значит, ничего не придет уже. Это к таким людям, и Равина там относится, очень-очень подожидно. Теперь, и, ну, а если конец, он все равно, как бы не определен, конец, то он конец, вот мы посчитали, а оказалось, что это, мы оказались недостойны в этот момент, чтобы вот полного такого освобождения, тогда вопрос, а ну либо, да, то да, вопрос, зачем тогда подсчитывать это, а зачем это? Чтобы получить награду, да, как сказано, ждите, ждите его, ждите Машиеха, ждите нового времени, да, И тот, кто почитывает, тот, кто почитывает конец, знает, что это только вероятное время, он ждет этот конец, он интересуется этим концом, интересуется, когда же изменится время обычной истории, начнется новая история, когда сыновья Израиля будут полностью свободны. И поэтому в Талмуде говорится в трактате Роза Шана, что первый вопрос, который задают душе в будущем мире, это цепитала Геула, ты ожидал Геулы, ты ожидал освобождения, и вот человек должен жить с ожиданием освобождения, с ожиданием прихода нового времени. И те, кто почитывает его, если только опять же они не утверждают, что это вот их подсчет абсолютно правильным, является абсолютным, если они это не утверждают, то в этом проявляется ожидание нового времени. Я выписал, для вас перевел по-русски то, что говорит Раф Игаль Исраэль, не составитель уникального прекрасного комментария на несколько книг Танаха. Он говорит так, вычисление конца времен, не пустое, а очень важное дело, несмотря на то, что определить его невозможно с абсолютной точностью, так как невозможно заниматься определением даты избавления сыновей Израиля, освобождения, скажем, не углубляя в суть процессов, ведущих к тому избавлению. То есть он считает, что когда ты подсчитываешь что-то, ты так или иначе пытаешься проникнуть в сущность избавления, в процессы избавления. Книга Даниэля позволяет понять важнейшие принципы избавления от власти народов мира и этапы этого процесса. Это позволяет нам не только сориентироваться в том, куда ветер дует, но и определить свои задачи для нашего времени. И, скажем, если подсчеты производятся в таком плане, то это очень хорошо и замечательно и положительно. Итак, это одна особенность книги Искеля. Это указания дат, времен, которые позволяют рассчитывать и этапы освобождения, и приход Маширха. Теперь мы пробираемся с вами дальше. То, что нужно сказать, у нас есть такой исторический опыт. Это 1840 год, который указан в книге Зоор как 5600 год, когда в книге Зоор говорится в главе Ноах, что в это время произойдут изменения, подобные потопу. Когда земля наполнится, в каком смысле подобные потопу, земля наполнится знанием Бога, как водою, как море наполняется водою и так далее. Это быстро развертывается. Получается, что это время окончательного освобождения сыновей Израиля. Многие мудрецы, подавляющее большинство мудрецов того времени, включая Иаагра, Бильнинского Гаона, они как бы ставили ставку на этот 1840 год. Бильнинский Гаон велел своим ученикам собраться в земле Израиля к 1840 году. Что имели в виду мудрецы, мы сейчас не знаем, хотя многие, конечно, в этом плане допускали ошибку, что они вот так подчеркивали этот год, но ученики, они поняли, что мудрецы должен прийти обязательно. Однако это время, 1840 год, оказалось очень тяжелым для сыновей Израиля. Хотя бы, если взять, что незадолго до этого времени в Цфате произошло землетрясение, которое унесло порядка двух тысяч жизней. То есть обратное освобождение, процветание, счастье происходили многочисленные войны, которые задели сыновей Израиля. И многие разочаровались. Те люди, которые предупреждали, что нельзя так ставить на один год и рассчитывали, что в это время придет Машех, они оказались правы. И это нанесло, вот такая как бы ставка на это время, нанесло тяжелый урон, в общем-то, моральный урон всем общинам Израиля. Это то, что касается расчетов и подсчетов, тем, чем характеризуется книга Даниэля. И наш вывод, что считать можно, иногда даже можно сказать, что нужно считать, но только нужно понимать, что все расчеты могут не оправдаться. Гораздо интереснее, это процессы, периоды и наши задачи в эти периоды, этапов освобождения тех времен, которые приближают нас к освобождению, а не сами цифры и конкретные даты. Теперь книга Даниэля, она охватывает период порядка 70 лет, мы говорили о предсказаниях, они вот до Даниэля или как бы до конца времен, а событийно это примерно 70 лет. События разворачиваются примерно так. Даниэля оказывается первым изгнанником и, как мы с вами видели, он оказывается, так сказать, первым возвращающимся из изгнания. Он доживает до времени Декларации Корыша, 370 года этой эры, и он находится в первом караване, и имя его указано в книге Эзра и Каббат Шацар. Он возвращается из Бабеля среди первых возвращающихся в Иуду. Когда же он попал в Бабель? Тут мы можем с вами открыть первую главу и книги Даниэля, и от той даты, которая приводится в ней, уже конкретно оттолкнуться. И вот у нас говорится. Невыкутный царь приходит дважды в Иудею, и понять, что это за третий год царствования Иоакима, можно только зная историю. Понятно, что можно считать года царствования от разного времени. События разворачиваются таким образом. Невыкутный царь одерживает крупную победу над фараоном на реке Брат у города Каркомиша, и как бы преследуя фараона, начинает двигаться на юг, до границ Бабеля, доходит, прошу прощения, до границ Египта. И, естественно, он проходит через Иуду в Иуде, он, так сказать, находит Иоакима, которого поставил фараон для того, чтобы быть своим верным слугою. И Иоакима, новыкутный царь, обязывает служить себе. Это происходит на третьем или четвертом году правления Иоакима. Иоаким становится подданным новыкутным царам. В этот момент Иудея окончательно утрачивает свою государственную самостоятельность, свою независимость, и оказывается полностью подчиненный Бабелю. И на этот раз новыкутный царь не причинил Иоакиму никакого вреда и никого не узнал без знания. А вот еще через три года, на четвертом году своего подчинения новыкутным цару, Иоаким взбунтовался. И три года, три или четыре года он продержался. Затем пришел на новыкутный царь, захватил Иерушалаем. Иерушалаем сдался на тех или иных условиях. Открыли двери. Он увел Иоакима в Бабель. И в Бабель Иоаким умер. Нужно сказать здесь, то, что мне вспомнилось, может быть интересно указать, что на пятом году правления Иоакима после первого прихода новыкутный царь была написана книга Иха. И эту книгу Иха ученик пророка Ирмияву, воров на муре, читал перед Иоакимом. А то, как мы помним с вами, он вырезал имена Всевышнего и бросал их в огонь. Как бы отвергая это пророчество о приближающемся разрушении Иерушалаема, которое он уже мог как бы почувствовать, в общем-то увидеть своими глазами прихода новыкутный царь, и понять, что будет, если он не будет следовать пророку. Пророку в том плане, чтобы раскаиваться, изменить порядок в городе, создать справедливое общество, отказаться полностью до изупоконства и так далее, это даст шанс сохранить независимость. Если нет, то, естественно, никакого шанса устоять против того комиссара нет. Иоаким приобрел к этими словами, сжег Иха в своем камине, постепенно отрезая пусты от него. Но сам Иеремияв не мог прийти к Иоакиму, потому что он находился в это время в заключении, как говорится, в 29 главе пророка Иеремияву. Ну, это так замечание в скобках, которое нам по себе, само по себе может быть интересно. А мы возвращаемся ко второму приходу лукутного цара, когда Иоаким выводит в плен в бабе, по дороге он погибает, и неизвестно, где его могила, как предсказывает Иеремияву, «Погребение масла будешь погребен», то есть как животное где-то брошен на дороге, никто не знает, где могила. Вместо Иоакима нелукутный царь поставил его сына Иоахина. И те три месяца, которые провел Иоахин, нелукутный царь чувствовал свою полную свободу делать и творить в виде, что он хочет. И за эти три месяца он угнал в плен детей царского рода. Вот это и есть то первое знание, о котором мы говорили, Галуки и Ладимы, знание детей, переуправление Иоахина. И в это время Даниэль и его товарищи Ханания, Мишаэля и Азария, вместе с другими детьми из Иуды, как мы увидим, попадают в Бавиль во дворец царя Вавилона. И затем Иоахин, через три месяца он также был свергнут на нелукутный царь, забран в Бавиль, жил там в темнице. Вместе с ним, как мы помним, с Иоахином, Галуки и Хония, то, что называется в Ихистеле, в Бавиль были угнаны примерно 30 тысяч человек, пророки, внутрецепторы, премесленники, сильные воины, и Иуда была очень-очень сильно ослаблена. И вот мы находим с вами детей во дворце на выходе цара и изгнанников, которые пришли несколько позже, после них находим их в Бавиле. И дальше мы с вами читаем, предал Бог в руки Его Иоакима, то есть в руки Невынецара, царя Иудейского, и часть утвари храма Бога, и отправил их тот в страну Шинар. Это, как бы мы сказали с вами, кошмар и ужас. Это невиданное освернение имени Всевышнего. Невыкутный царь, захватив Иоакима, как мы понимаем, с вами ушла, им не был разрушен, он продолжал стоять. После Ихонии еще 11 лет правит Циткиягу, как мы с вами помним. Вот и в Шалаем стоит, но Невыкутный царь зашел в храм и забрал сосуды храма и отправил их в страну Шинар. Можно было бы сказать прямо в Бавиль, но пророк говорит в страну Шинар. Шинар – это та долина, где была построена Бавилонская башня. Точно ли там стоит город Бавиль или нет? Не точно там, где была построена Бавилонская башня. Как традиция говорит о долине Дура, что там была построена Бавилонская башня. Это как бы не в 100 километрах от Бавиля. Это не имеет большого значения. Главное, что Бавиль здесь представлен как продолжатель идеи Бавилонской башни, борьбы со Всевышним. И разрушение Иерушалаима – это вот как бы эта идея борьбы со Всевышним возобладала в мире, а идея служения Всевышнему Иерушалаим, она отступила на задний план. И мы видим, что подчеркивается, что он вложил сосуды храма в дом богов своих, то есть понимал, что он победил не только сыновей Израиля, он победил их бога, и в дарах своим богам, которые дали ему победу, он принес сосуды служения Всевышнему, принес в храм своих богов. И сказал царь Ашпиназу старшему из придворных своих, продолжаемый с вами, чтобы и сынов Израилевых царского и знатного происхождения привели мальчиков, у которых нет никаких изъянов телесных, красивых видов, и смышленных во всякой мудрости, обладающих знаниями и понятливых в науке, у которых хватит сил, чтобы служить в царском дворце, чтобы учить их грамоте и языку, Каждин Халдеев. Мы видим здесь с вами идею на выходных царах. Он хочет использовать силы иуды, способности и таланты для того, чтобы укрепить свое царство. И мы здесь видим в этой главе ходы ассимиляции, как бы приемы ассимиляции, которые действовали на протяжении всех эпох. Это взять детей, оторвать их от семей и учить их чужому языку, чужой культуре и изменить их имена. Даже изменить их имена. Это то, что делает ненужный цар, и это то, что происходило на протяжении всех эпох, когда старались все оторвать сыновей Израиля, детей сыновей Израиля, от Торы, от веры в единую Бога. И также и в реха говорится, что дети твои пойдут перед тобою. Намек на то, что угнетатели и поработители, они постараются оторвать твоих детей. Посмотрим же, что происходит дальше. И назначил им царь повседневную пищу царского стола и вино из своих напитков и приказал растить их три года. Интересно, в каком возрасте был Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария, о которых здесь в шестом предложении идет речь, упоминаются их имена, и были среди них потомки Иуды, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Скорее всего, где-то от 10 до 12 лет, потому что, скажем, с точки зрения Мишаэль и Азария, это время, когда человек еще не сформировался, и его можно очень легко переделать. А с другой стороны, брать пятилетнего ребенка и растить его как бы еще несколько лишних лет, пока он станет взрослым, видимо, это не входило в его планы. Так что где-то 10-12 лет, скорее всего, хотя точных данных нету об этом. И были среди них дети, как мы можем с вами отметить, было много детей, это для нас важно очень. Потомки Иуды, но не Давида, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария, скорее всего, Даниэль, по крайней мере, скорее всего, из рода Давида. И назвал их старшим придворным другими именами. Назвал их Даниэля Большацаром, Ахананию Шадрохом, Амишаэля Мейшохом, Азарию Эбетнеу. Мы видим, что в этих именах как бы сохранились их имена изначальные, однако это не имеет большого значения, что это получает какое-то направление в сторону идолопоклонства. Даниэль, его имя, вот Дин, Суд Даниэль, он назван Бааль Шацаром, здесь просматривается, Бе-Эль Шацаром, здесь просматривается Бааль, господин, господин хозяин. Ханания, Шадрах, если мы представим себе еврейский корень, то Ханания, он или Ханен, помиловать. А Шадрах на Аране, это близкий к этому корень. Мишаэль, Мишахом, Мишаэль, это имя близкое к Мишаэль, кто как Бог, кто как Бог наш, который творит чудеса, никто не может творить подобное. Богу нашему, Мишаэль, и Мишаэль, то же самое имя, как бы близкое к этому, и Мишах, это тоже перевод этого имени, а Азария, помощь, помощь Богу, или Бог помог мне, Эвет, Нео. И Нео, как мы понимаем, это божество в Бавиле, а Эвет, служитель Нео, то есть, Азария, помог Бог, да, перевели как помощник Бога, служитель Бога, Нео. Это мы с вами здесь видим, и решил, Бог Даниэль в сердце своем не оскверняться пищей, пищей царской и вином из напитков его, и просил он старшего из придворных, чтобы позволил он ему не оскверняться. И дал Бог Даниэль благословение, милосердие, милосердие старшего из придворных, и вот здесь описывается история, что, естественно, этот старший из придворных боится за свою судьбу, грубо говоря, за свою шкуру, но, тем не менее, он все-таки не соглашается, в чем опасней, что он, Худрин Саш, заметит изменение этих детей, что они будут, другие будут есть мясо, они будут есть какую-то непонятную пищу, какие-то зерна и воду, но, и тогда это станет заметным, и тут ему, этому, так сказать, официанту не сдобровать. Но Даниэль уговаривает его и говорит, ты проверь, дай нам несколько дней, и ты увидишь, что мы будем выглядеть не хуже, если не лучше, чем остальные, чем остальные дети, и официант, слуга их, и в то же время старший и слуг Мелихудлицара, он идет на эту просьбу. Итак, мы видим, что Даниэль проявляет страстное желание придерживаться законов Торы и Ханани, Мишаэля и Зария идут за ним. Это не значит, что они как бы всегда будут ведомыми, а он будет ведущим, это не совсем так, у них несколько разные позиции, которые мы потом обсудим с вами, но для Даниэля важно вот такое сохранение закона. Он в этом видит естественно путь к сохранению народа и в самых тяжелейших условиях он готов с риском для жизни готов придерживаться закона. Мы понимаем, что проблема очень большая, они получают пищу с садского стара, салама, не только некошерная, иногда эта пища, она рассматривается как жертва божества, то, что на еврейке называется текровой, и это запрещено есть уже по другому закону, по закону запрета идуопоклонства. Вот Даниэль уходит из всех этих проблем. Теперь давайте представим себе Даниэля и его товарищей, путь, который они прошли. Мы с вами видим и видим из дальнейшего, что только они, Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азарья, выстрели в этом тяжелейшем испытании, а детей из Юды было пригнано немало. По всей видимости и как бы можно сказать 99% или 100% все они превратились в слух на выходный цара. Если даже они сохранили в своем сознании связь с народом, она никак не проявлялась. Теперь представим себе Бабель. Бабель того времени это мощнейшая империя, которая граничит с Персией, теснит ее Дубикутен цар в первый год своего правления завоевал Нинве, Ашур уже к этому времени была ослаблена. Вот здесь где-то, скажем, в верхней части, в северной части Медуречия находится Нинве, Бабель сюда ближе к югу Медуречия. И здесь недалеко город Ур, из которого происходит Авраам. И можем представить себе, что Авраам ушел, вышел не из какой-то деревни, по-ушу, как и говоря, а вышел из города самой развитой цивилизации, из города Шумеров, из города Халдеев, где цивилизация, наука, технология находилась на уровне ничуть не ниже египетской, если даже не выше. И Набихудный цар создает Набихудный цар создает прекрасный город и сильнейшую империю. Вабель здесь Вабель есть башня, которая, может быть, напоминает Бавилонскую башню. На ней служат звездным созвездиям тем богам, которые якобы живут на небесах. Здесь город ведут ворота Аштарты, красивейшие ворота с такими голубыми изразцами, на которых изображены любые ворота Аштарты, и располагавшиеся рядом с ней сады Семирамиды, как говорят висячие сады, считались одним из семи чудес света. И прекрасный совершенно город. Но, как мы представляем себе, Даниэль, попадая в этот город, он представляет себя в плену. В плену для него это пустыня, это колючки, это змеи, ничто не радует глаз, его взор устремлен к Херушалаеву, и туда же обращены его молитвы. Даниэль молится, и забегая вперед, благодаря его молитве, его же расчеты и предсказания не сбываются, и возвращение с Бавилона начинается раньше, в 370 году, когда еще не закончили 70 лет после разрушения храма. Его молитва, страстная молитва, кстати, его молитву мы повторяем каждый второй и пятый день недели. Есть отрывки, которые взяты из книги Даниэля, молитва о спасении народа, о восстановлении Иерушалайма. Мы с вами видели картину художника Лилиена, так он изобразил Даниэля, а вот так он изобразил Лилиен изобразил Новых Худенцар, мощного владыку, который как божество от его ноги на земле, голова в небесах, ему подчиняются силы природы, и он естественно справедливый и несправедливый законодатель, его царство существует по закону, может быть суровому, но все делается по закону. И так вот он представил Лилиен образно Новых Худенцар. Теперь мы можем представить себе для того, чтобы как бы скажем подчеркнуть величие Вавилона, мы можем представить себе вот такой момент, что в будущем, в будущем по отношению к тому времени, о котором мы говорим, Александр Лакедонский сделает Вавилон своей столицей. Это все роскошные дворцы Вавилона, все это будет в значительной степени восстановлено, и мировая империя планируется, столица мировой империи планируется в Вавилоне. И как же чувствуют себя дети, еврейские дети в этой столице, мы с вами подчеркнули, что они чувствуют себя как в Льву, и все их мысли направлены на том, как сохранить свою связь с народом через соблюдение закона, через молитву, через размышления о Боге как-то, но сохранить свою связь с Богом, сохранить связь свою с народом. Мы понимаем, что это безумно сложно, перед ними, в общем-то, стоят три пути, либо лежат три пути, либо ассимилироваться, либо постараться оказать сопротивление, и это приведет к гибели, естественно, никто не будет церемониться, как мы представляем себе, если кто-то скажет, что он не хочет быть во дворце на выходе цара, тут же он будет казнен, независимо от возраста, или есть еще один такой непростой путь, это скажем, самоубийство, которое не приветствуется, однако в данном случае Тора не исключает такой возможности, и как мы с вами упоминали, мне кажется, в Тософот, в трактате Саним Грин, в Клаве Сореро-Море, там задается вопрос, почему Эстер, будучи забранным во дворец Ахаспероши, не покончила свою жизнь самоубийством, потому что это, казалось бы, как бы нормальный путь в такой ситуации, когда речь идет о том, что тебя ставят и нуждают совершать тяжелейшие преступления против Всевышнего, что человек, если не обязан, то, по крайней мере, имеет право покончить жизнь самоубийством. Сравнивая это с эпохой, скажем, более близким к нам, мы можем вспомнить с вами, я поднял не ту картинку, сейчас я постараюсь поднять ту, которая нам нужна, то мы сможем с вами вспомнить про контонистов. Одну секунду, мне очень трудно говорить и искать, и все-таки я попробую это сделать, говорить о контонистах. мы представляем себе, что Александр Первый ввел понятие кантона где-то в 29-м году, если я не ошибаюсь, и то есть забирали детей в возрасте 12 лет, а потом оказалось, когда их не хватает для того, чтобы наряду забирали в возрасте 8 лет еврейских детей, и через кантон за время его существования до начала правления Александра прошло около 50 тысяч еврейских детей. Какова их была судьба? Естественно, над ними первое, что с чем сталкивались их поработители, вмитатели, истязатели, то, что дети не хотели принимать христианство. Их страшные истязоды, и естественно, только единицы они оставались все, могли сохранить веру, отказаться от принятия христианства. в этом никого нельзя обвинять, потому что они проходили страшные истязания, и большое число детей, чуть ли не треть, погибало, умирало. Но, естественно, вот эти маленькие дети, даже в 8 лет, их первой мыслью было сохранить еврейство, и только жесточайшие пытки, которых, может быть, и не бывало никогда в истории, они заставляли, вынуждали их принять христианство. Естественно, что потом многие пытались соблюдать законы, их преследовали, судили, опять же, избивали или ссылали на каторгу за измену христианства. И я поставил вам картину единственного еврея, который сохранил свою веру, не подчинился истязаниям, не сдался при лицах истязаний, и дошел до офицерского чина, это Герцель Цам. Герцель Цам. И представляется, вот, что его можно здесь вполне и вполне сравнить с Даниэлем, единственным из ноги, из тысяч, который не только сохранил веру, но и доказал и свою силу, и разум, и умение воевать, и занял высокий пост в царской армии, оставаясь евреем. И, естественно, это очень тяжелые параллели, о них трудно подумать даже, но невозможно не соотнести с этим, чтобы без этого, если не соотнести с этим, невозможно представить себе Даниэля. Мы возвращаемся с вами к нашей главе. Сейчас мне надо ее поднять. Стараюсь поднять первую главу. И три года продолжалось обучение. И вот говорится, и этим четырем мальчикам дал Бог знаний и пониманий всех книг и мудрости. И Даниэль к тому же разбирался во всех видениях и снах. По окончании же сроку, но не видно здесь, чтобы он владел колдовством и так далее, всеми оккультными науками и прочим, и прочим. мы видим, что его мудрость, она в таком разрешенном, скажем, с точки зрения Торы объеме, то есть он старался уходить от всех знаний и долбоконников и держаться ближе к Торе. По окончании же сроку указанного царем для их представления привел их старший придворник на выходный царю и говорил с ними царь и не было среди них равных Даниэлю, Ханадию, Мишаэлю и Газарии и стали они служить царю. То есть очень среди немногих, среди небольшого числа они были отобраны для того, чтобы быть советниками царя, для того, чтобы быть при нем, хотя, как мы увидим, они были еще довольно молодыми людьми и не сразу вступили в должность. И здесь, конечно, мы можем с вами представить себе, что дух Всевышнего начинает проявляться в изгнании. Победа на выходный царя он торжествует свою победу над Всевышним, но очень скоро он убедится, что Всевышний правит над всеми царями и даже вбавили в его мощной империи, которую он построил, там рука Всевышнего господствует. Прежде всего, дух Всевышнего начинает проявляться через еврейских детей, которые с такой самоосверженностью и мужеством сохранили свою чистоту, как чистоту мыслей, так и не прикасались к запрещенной пище. Мы с вами делаем следующий шаг еще немного и оставим немножко времени на вопросы. Здесь говорится, во второй год царствования Новыхуднецара приснились Новыхуднецару сны и встревожился дух его и сон ушел от него. Второй год Новыхуднецар здесь назван второй год после разрушения Иерушалайма, после разрушения храма, когда Новыхуднецар защитил себя царем над всеми царями и даже над божествами. Он считал, что божества покоряются ему и Всевышний Бог евреев, тот, который сотворил мир, он ему больше не угрожает, потому что храм его разрушен и вот он Новыхуднецар благополучный, господствует над страной и естественно, что его размышления в это время о том, а какова будущая судьба Бабеля, какова его будущая судьба и сможет ли он упрощить Бабель так, чтобы он был вечной империей. Не так, как Ашур, который через определенное время господства своего сдал свои позиции и потом пал и был захвачен тем же самым Бабелем, а вот можно ли создать вечную империю. Здесь нужно заметить еще, если говорить о Даниэле, о его тяжелейшем положении и Ханане Мишеле Азаре, то можно представить себе вот что. Новохудный царь, это, как бы, скажем, он совершенно по-зверски, по-зверинному расправляется с Иудой. Он не только ставит свои задачи истребить все ее население и только оставшихся, то, что называется шевит Исраиль, остаток Исраиля, угнать в плен и он приводит их в плен и мы помним, что в мы помним, что в долине Дура, куда прилагают защитники Иерушалайма, он их убивает и топчет их, разминает их остатки колесницами, колесами колесниц и вообще в скажем, книге Даниэля цари, правление царей, оно проявляется как нечто зверинное, обладающее звериным звериным лицом, это Новыхудный царь, и он не просто античеловечен, он растоптал народ народ Иуды, народ Даниэля, и вот в такой ситуации Даниэль вынужден служить Новыхудный цару, давать ему советы, продвигать его куда-то, потому что советы Даниэля, они очень ценные, как мы увидим, даже его совет, в будущем он спасет Новыхудный царь. И это положение, оно внешне похоже на положение Иосифа Флавия, который прислуживает титу, берет фамилию Флавий по царскому, по императорскому дому и так далее, но мы понимаем, что Иосиф Флавий это сознательное предательство, хотя он по-своему как-то остается по его соображениям, остается верным народом, старается спасти народ, старается сохранить его историю и так далее, а вот для Даниэля, конечно, у которого другая психология, другая позиция, это невыносимо тяжело прислуживать царю, который растоптал его народ, разрушил храм, отвернил имя Бога. И опять же, здесь можно представить себе, что он не выбирает путь самоубийства, самоустранения открытого протеста против Новых Удницара, оскорбления его, что приведет к его гибели, гибели его товарищей, только по одной простой причине. Его ведет Божественный Дух. Ему подсказывает путь и поддерживает Божественный Дух. Иначе Даниэль ни в коем случае не выбрал бы столь унизительную столь визительную позицию. И вот царь, Новых Удницарь думает о том, как построить вечное царство. Велел царь позвать ученых, лекарей, магов и спесточетов, чтобы рассылковать царей. Да, мы, наверное, пропустили, да, вот с вами и сказали, что приснился Новых Удницару, приснился Новых Удницару сны, и истревожился дух его, и сон ушел от него, то есть он забыл этот сон. Велел царь позвать ученых, лекарей, магов и так далее, всех своих ученых, и он требует от них не только, чтобы они разгадали сон, а то, чтобы они рассказали ему сон, потому что он не помнит сон, у него осталось только общее впечатление, у него осталось тревога, ощущение ужаса от этого сна, а вот что конкретно он видел, он не помнит. Ощущение для сна, часто очень важно ощущение его важности. Иногда снится, снится какой-то греб, грубо говоря, вот, и понятно, что это просто какая-то работа мысли, очень тяжелая, оторванная от действительности, а иногда сон носит пророческий характер, и тогда есть четкое ощущение важности этого сна, так же, как оно было в свое время у фараона, когда он призвал Люсефер сгадать его сны. Вот, и первый раз ему говорят все его халдеи и мудрецы, что разгадать сон, рассказать человеку сон невозможно, это не знает никто, даже не знают те, как бы высшие сущности, которые передвигаются среди людей. Тут наши комментаторы, включая Раши, замечают очень интересный момент, что ведь известно, что у пророчества, в общем-то, нету границ. И к первосвященнику, который носил Уриму Тумин, который носил нагрудник с драгоценными камнями, к нему можно было обратиться с любым вопросом. Но Нономихудный царь не вспоминает об этом, а халдеи, его мудрецы не намекают ему на это, не говорят о пророчестве. Понятно почему, потому что после того, как разрушен храм, пророчество ушло из мира. Если остались его какие-то остатки, облески, то об этом им неизвестно. Также и первосвященник, который носит нагрудник с драгоценными камнями, являющимися таким своим своеобразным инструментом пророчества, его тоже уже нету. Это все уже не действует. Эти одежды находятся в крену в новоходных джарах. тогда новоходный царь, он угрожает халдеям и говорит им, что он казнит их всех, если только они ему не раскроют его сон. Мы видим, что халдеи не заискивают перед царем, не просто у него пощады, они отвечают ему то же самое, что это невозможно, что разгадать сон другого человека невозможно. Мы здесь понимаем, что судей халдеев зряет недовольство, протест против поведения царя, против такого оскорбления, оскорбительной просьбы сделать невозможное, они в общем-то восстают и даже готовы за свою честь, фактически своей жизнью. Здесь наверное, прежде чем продолжать, нужно остановиться все-таки и вот оставшиеся, скажем, где-то у нас 15 минут или даже не оставшиеся, а подаренные нам великодушно Натаном Баром, мы с вами используем на вопросы. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, добавить, пожалуйста, все принимается с удовольствием. Я, к великому сожалению, не поднялся в Facebook, я не знаю, что там происходит с шедухой трансляцией. Да-да, пожалуйста. Вопрос, может, а когда появилось пророчество, во-первых, знал, когда он все знал о пророчестве в 70 лет, что Иерушалай будет восстановлен? По-моему, он знал. Да-да, безусловно, да-да. Может быть, частично и верил? Это вопрос, который вы задаете, очень правильный. Здесь ситуация такая. Да, как мы видим по крайней мере из наших книг, что к цари народов мира относились к пророчеству, верили в пророчество. Однако психология народов мира такова, что, скажем, можно, не только можно, но и нужно бороться со Всевышним. и стараться отменить это пророчество, то есть сделать, повернуть все по-своему. Конечно, Бог он велик, но у человека тоже есть сила, и он может победить Бога. Не даром на выходный царь рассматривает свою победу над Иудой как победу над Всевышним. Ведь так и велись все войны в древнем мире, воевали не только с народом, воевали с божеством того народа. Либо пытались его задобрить, приносили ему жертвы, кто больше принесет жертвы, тому он и поможет и так далее. Либо видели в своей победе над другим народом победу своего божества над тем народом, с которым воевали. И поэтому с одной стороны невыгодный царь, как мы помним, относится к Еремиягу, предсказавшим его победу, относится с огромным уважением и готов дать ему дары и предоставляет ему право жить, где он только захочет, готов охранять его. Потому что невыгодный царь предсказал для него хорошее и отношение к пророку, который предсказал хорошее, должны быть хорошее, должны быть дары, должна быть защита этого пророка. Это психология невыгодного царя. А то, что касается плохой части предсказания, то эту часть предсказания можно и отменить. Мы видим, что он не единственный в своей такой мысли, что его внук большой царь, он также видит в последствии, мы видим, что он видит победу над перцами, он видит победу над Вседышним, который предсказал падение его царства, вот его царство Непала. И несколько, скажем, да, несколько позже мы видим это и в Мгелат Истер, на примере Ахашпироша, который рассчитывает, когда же должно быть падение, когда же должно быть возвращение сыновей Израиля. И он понимает, что если, что он может не допустить это возвращение сыновей Израиля, и тем самым перехитрить или победить Всевышнего. Вот, скажем, то есть, такое неодноплановое отношение, как неодноплановое отношение, как всегда, скажем, народов мира, хорошие предсказания их надо поддержать, а против плохих можно принять меры. Вот примерно как-то так. Спасибо. И второй вопрос можно? Да, пожалуйста. По поводу судьбы Вавилона, это одновременно было предсказано, что Вавилон будет разрушен и никогда не восстановлен. В какое время было это пророчество? Когда был разрушен Вавилон. Вавилон, в общем-то, в значительной степени был разрушен персами, когда захватил Кир его. потом его восстановил Александр Македонский и после смерти Александра Македонского Вавилон превратился сначала в деревню, потом полностью запустил и стал просто необитаемым городом, который постепенно занесло песком. Вот как-то, да, то есть после Александра... Пророчество после уже Македонского было, да? Пророчество. Почему? А, о том, что Вавилон не будет восстановлен, о том, что Вавилон не будет восстановлен, мне сейчас трудно сказать сразу. Мне трудно сказать сразу. В общем-то, мне сейчас представляется, что об этом говорит Ремьягу о вечности разрушения Вавилона. Я боюсь ошибиться, я проверю. но, понимаете, это не как бы не так скажем важно, что вот он предсказал Ремьягу сейчас будет Вавилон разрушен. А он был разрушен, потом там он какое-то время поднялся, потом он исчез, все, перестал быть городом. Спасибо. Что-то хочется еще спросить? Когда нет вопросов, у меня такое двойственное чувство. Либо все так хорошо, понятно, я так все замечательно изложил, либо совершенно ничего непонятного, я просто умудрился запутать всех так, что уже ничего невозможно разобрать. я не знаю на каком из этих двух чувств остановиться. И что бы вы ни говорили, я с ними как бы ухожу, когда нет вопросов. Равди, вы напрашиваетесь просто на комплименты. Нет, ничего подобного. Я ругаю вас. Не может быть такого, чтобы все было понятно и ничего не хотелось не дополнить. Вначале все действительно ясно, пока и гладко идет. Чего вы? Вы правильно ругаете нас. Во всяком случае меня. Для меня вот как. Я не задаю вопросов, когда я заранее не читаю текст. Когда я не вижу все сверху, все. То есть не важно, что я слушаю на занятии, насколько внимательно я слушаю. Если я заранее сама глазами не читаю текст, Вы имеете ввиду заранее? Заранее. Тогда для меня считайте занятие потеряно. Сегодня я не читала. Понятно. Так же как и вот с вами. И поэтому здесь ваши идеи. Хорошо. Тогда значит исправим свою ошибку, насколько это возможно. Вот теперь вы знаете, что мы продолжаем книгу Даниэля. Сколько мы успеем трудно сказать. Я всегда планирую 3-4 главы, что получится трудно сказать. Но вот если вы будете смотреть на 3-4 главы вперед, то мы с вами будем тогда идти в ногу. И вот тут-то можно будет вас проверить. Появятся ли у вас вопросы. Кстати, вопросы могут быть заранее. Также их можно и заранее подготовить. Если существенные вопросы, можно с них начать занятие. Ну, окей. Ладно. Хорошо. В этом может быть моя вина. Но тут нужно понять, что это очень-очень непростое дело. И уж не хватает времени планировать и как-то заранее вам послать материалы. С этим становится все труднее и труднее. Окей. Хорошо. Ладно. Если нет вопросов по тем или иным причинам. Моей или по вашей вине. Задавать вопросы после лекции. Они в дискуссионном форме заданы и ожидают ответа. Очень хорошо. Да. После лекции тоже возникают вопросы, которые легче сформулировать. Пожалуйста. 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 Я просто буду знать, что нужно. Перед форум, пожалуйста. Да. Спасибо. Хорошо. Я постараюсь. Но просто форум, он на какое-то долгое время умер. Вот только уважаемый Ефим пытается его возродить. И поэтому, естественно, я туда перестал заглядывать. Хорошо. Возобновим эту практику. попробуем. Вот. И я действительно предлагаю просто использовать по максимуму те совершенно уникальные возможности, которые нам дает эта программа Ленмод, Торами Цион. Я боюсь, как говорят, сглазить. Но один мой хороший друг, замечательный, Йосеф Менделевич, которого вы все прекрасно знаете, Раф Менделевич, он неоднократно говорил не так. Когда есть что-то хорошее, то это чудо. А чудо, оно продолжается недолго. Поэтому давайте использовать по максимуму и молиться, чтобы мы с вами могли дальше общаться, потому что эта возможность совершенно уникальна. окей, хорошо. К великому сожалению, у меня не поднимается Facebook, не могу понять, почему, уже второй раз. Вот там есть, видимо, какие-то изменения. И, конечно, здесь мы с вами теряем много. Ну, хорошо, ладно, давайте тогда, да, Натан объявит, но можно сказать заранее, что у нас следующее занятие, конечно, пропадает. И вообще надо было бы на Песах сделать перерыв и сразу же первый же ем решен после Песах восстановить занятия. Это я от себя. Пожалуйста, если Натан что-то скажет, сейчас в порядке объявления. Я буду очень рад.